Добрый вечер, в эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главная тема дня. Кто превратил лыжню в районе Николаевской сопки в полосу препятствий? Куда исчезли деньги вкладчиков? Банка Канский, который лишился лицензии. Проект «Проверка». Подводим итоги. А кого вы хотите проверить в следующем году? Сгоревшая елка, автомобили и Дед Морозовский патруль «Гургаза» в рубрике «Вспоминая Новый год». И сейчас о событиях дня подробно. Обыски в перинатальном центре. Правоохранительные органы провели оперативное мероприятие в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства. Эту информацию новостям ТВК сообщили источники в силовых структурах. В ходе обысков изъяты рабочие документы. Предположительно, поводом стало подозрение в коррупционных схемах при госзакупках медикаментов. В Министерстве здравоохранения отметили, что проверку правоохранительные органы действительно проводили, но подчеркивают, в ведомстве не знают, с чем связан интерес силовых структур к деятельности медицинского учреждения. Напомню, в начале ноября ФСБ проводило обыски в центральном офисе сети губернские аптеки. Все документы также были изъяты. Официальные причины оперативных мероприятий неизвестны. Вместо лыжни глубокие овраги и насыпи камней. Красноярские спортсмены-любители жалуются на заборы в районе Николаевской сопки. Там из-за строительства объектов универсиады лыжные трассы и проходы к ним оказались заблокированы. Почему в преддверии студенческих игр интересы непрофессиональных лыжников не учли, разбиралась Виктория Столярова. Мы вот здесь дорогу проложили, а уже люди здесь натоптали, уже легче стало. А вообще были камни живые здесь. Вот эти штыри. Ну как, вот снимаешь лыжи и в руках несешь. Как еще? А как еще? Этим вопросом Елена Михайловна задается каждые выходные, когда приезжает покататься на лыжах возле Академии биатлона. Эти любительские трассы пенсионерка знает наизусть еще со времен своего студенчества. Лыжным спортом, хоть и непрофессионально, она занимается уже более 40 лет. Но последние полтора года пешая прогулка или бег на лыжах в районе Николаевской сопки больше напоминает бег с препятствиями, жалуется пенсионерка. Высокие заборы, которыми огорожены стройплощадки к универсиаде, установили прямо посреди лыжни. Представляете, какое бездорожье началось? А раньше здесь была хорошая лыжня. Мы от остановки до этого места за пять минут набирались. А теперь приходится делать из-за вот этого забора, вот здесь вот тупик начинается, еще петлю где-то приблизительно полтора часа по этой петле идти. И только потом мы выходим на нашу традиционную тропу. По словам Елены Михайловны, эти трассы для массовых катаний здесь существуют еще с 70-х годов. Их протяженность от 15 до 30 километров. Такие дальние маршруты и привлекают любителей лыжных прогулок, говорит женщина. Теперь спортсменам-любителям приходится делить трассы с профессионалами. Это мешает тренировкам. Искать обходные пути спортсменам-любителям пришлось самостоятельно. Но выбор ограничен по ту сторону забора. Единственный выход к трассам – это по верхам второй сопки. Но спускаться приходится, рискуя здоровьем, ведь там нет никакой лыжни. По эту сторону лыжникам приходится пробираться через вот такие глубокие овраги. Ограждение, пусть даже посреди трасс – это мера вынужденная. Того требуют правила безопасности. Два года назад, когда начиналась реконструкция Академии Биатлона, и по требованиям силовых структур, по требованиям органов, которые должны обеспечить безопасность при строительстве этого объекта, было решение, что будет возведен периметр безопасности. В Академии Биатлона, чьи строительные заборы и блокируют доступ на любительские трассы, рассказывают, для лыжников есть альтернатива. Мы для любителей, для детско-спортивной школы «Сибиряк» готовим 5 километров трасс, готовим это все специализированной техникой, ратраком «Пестенбуллин-100». Трассы готовы как для классического хода, так и для конькового хода. Два раза в неделю мы традиционно готовим, это понедельник, четверг, и по необходимости в случае выпадения снега. Также покататься на лыжах, говорят специалисты, можно на стадионах «Динамо» и «Ветлужанка», а также на острове Татышев. Правда, протяженность таких трасс в разы меньше, зато бегать на лыжах можно без вреда для здоровья. Виктория Столярова, Виталий Суботин, Новости ТВК. Проекты строек к универсиаде проверят после сообщений о ляпах в документации. Такое распоряжение дал временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Ус. Инспекцию проведут в отношении госзаказчика документов на строительство хавпайп-комплекса на Николаевской сопке. Напомню, нестыковки в проекте обнаружили общественники. Наталья Подоляк на своей страничке в соцсети рассказала о том, что в документах на возведение спортивного объекта сказано, «Николаевская сопка прилегает к кавказскому заповеднику, а под вырубку попадают дубовые и буковые рощи. И все это негативно скажется на популяции кабанов и кавказских оленей». Несмотря на такие серьезные огрехи в документации, государственная экспертиза России одобрила проект в 2016 году. Результаты проверки по поручению главы региона должны быть готовы к 29 декабря. Положили в банк полмиллиона рублей, а назад получили только 200 тысяч. В редакцию новостей ТВК обратились клиенты банка «Канский». Люди жалуются, открыли вклады в этом году, но после того, как лицензию банка отозвали, получить назад все свои деньги они не могут. Агентом по выплате вкладов назначен Сбербанк, но там в большинстве случаев выплачивают лишь часть положенной суммы, рассказывают красноярцы. Сбербанки пояснили, они работают в строгом соответствии с реестрами, которые поступили из агентства по страхованию вкладов. То есть, какая сумма указана в реестре, то Сбербанк и выдает. «Со вчерашнего дня начались выплаты вкладов. Если клиент согласен с суммой выплаты вкладов, он ее получает прямо в момент обращения. Если же он считает, что есть расхождение, он пишет в банк заявление о том, что он не согласен с суммой выплат. И это заявление мы направляем в агентство по страхованию вкладов, где происходит, по сути дела, разбор ситуации». Клиенты могут узнать статус своего обращения на сайте агентства по страхованию вкладов. Для этого нужно знать номер обращения, который выдается при подаче заявления в Сбербанк. Дальше разбираться в ситуации будут уже в агентстве. Эксперты отмечают, что в аналогичных ситуациях вкладчикам в итоге возвращают все деньги. Но это занимает чуть больше времени. Самый первый в терминале. Сегодня в новом здании Красноярского аэропорта зарегистрировали 91-х пассажиров на рейс до Норильска. Регистрацию досмотра все прошли без очередей в комфортных условиях. «Красиво, все здорово, удобно, места много». «Конечно, отличается. Он очень большой, такой красивый, просторный. Но пока что мы, конечно, все не знаем, где тут что-то находится. Но, я думаю, скоро узнаем». «Комфортно?» «И привыкну. Ну да, вообще-то комфортно, освещение очень хорошее. И вообще, с виду, как бы, ну, очень красивое здание, так необычно выглядит». Первый перелет выполнила авиакомпания «Нордстар». Воздушное судно выбрали с символикой универсиады – самолет с Юлайкой. Доставляли до трапа сегодня пассажиров автобусов. На теле трапы, говорят, в аэропорту пока не готова документация. Но обещают, в начале следующего года они начнут функционировать. Как строился новый терминал и как Красноярский аэропорт будет развиваться, поговорим в 20.45 в программе «После новостей». Сегодня в гостях у Ксении Черепановой заместитель председателя правительства края Юрий Лапшин и директор дизайн-студии «Арт-стиль» Игорь Башкатов. С долгожданным открытием нового аэропорта Красноярцев поздравила и супруга экс-губернатора Красноярского края Наталья Толоконская. На своей странице в Фейсбуке она опубликовала длинный пост. В нем Толоконская вспоминает, как они с мужем были шокированы тем, что в 21 веке край не имеет достойного аэропорта. Более того, сетует бывшая первая леди региона, даже в планах не было строительства терминала. Толоконская часто восклицала, так она пишет в Фейсбуке, что красноярцы заслуживают большего. И одно из первых решений, которое принял ее супруг, цитата, «замечательный человек и губернатор» – такой аэропорт построить. Вот выдержка из сообщения Толоконской. Я свидетель, каким трудным было это решение. Он его вынашивал год, так, чтобы с максимальной пользой для людей сверял каждый свой шаг с вашими устремлениями. Каждый раз, когда вы зайдете в аэропорт, вспомните, осознайте, что важными вложениями в это были сила духа, душа, преданность и большой труд Толоконского. Напомню, Виктор Толоконский, супруг Натальи Толоконской, ушел в отставку с должностью губернатора Красноярского края в сентябре этого года. Тогда же они покинули Красноярск и уехали в Новосибирск, где жили до переезда в наш город. 398 миллионов рублей потратят на досрочный выбор губернатора Красноярского края. Об этом сообщает издание «Коммерсант». При этом глава избирательной комиссии края Алексей Подушкин не исключил, что сумма может увеличиться, если выборы дойдут до второго тура. Отмечу, что прошлые губернаторские выборы обошлись в 352 миллиона. В целом же в крае в 2018 году пройдет около 50 избирательных кампаний. В Красноярске, например, жителям города предстоит выбирать еще и новый состав городского совета. Единым избирательным днем назначено второе воскресенье сентября. И через 14 минут в новостях ТВК расскажем. В Институте искусства установили мемориальный знак в память о жертвах авиакатастрофы на Черном море. А через 5 минут очередная серия проекта «Поверь в мечту». Два часа, семь минут и 41 секунда. Это общая продолжительность всех проверок новостей ТВК, которые вы, наши зрители, посмотрели с начала этого телевизионного сезона. Программа традиционно вернулась с летних каникул в сентябре, но в этом году сменила ведущую. Екатерина Кашутчик сейчас в студии. Катя, ждем от тебя отчет по всем проверкам. Оля, ну я сама сегодня, когда этот отчет составляла, подводила итоги, удивилась, насколько насыщенными и разнообразными получились эти, по сути, всего 4 месяца работы рубрика «Проверка» в этом сезоне. И сразу скажу, что проверили мы полтора десятка, даже чуть больше организаций, старались выбирать именно те, на которые выжаловались несколько раз. И жалобы приходили от разных людей. Абсолютным лидером именно по этому критерию стал городской общественный транспорт. Это была первая проверка в этом сезоне. Транспорт эту проверку с треском провалил. Похвалить я тогда смогла разве что новые тройки, и то за чистоту. Но не за вместимость, к ней как раз у пассажиров была масса претензий. А после этой проверки дискуссия с сотнями комментариев разразилась в социальной сети ВКонтакте. Причем спорили там пассажиры не друг с другом, а с работниками общественного транспорта, которые результатами проверки остались недовольны. У вас есть дача? Нет. Я в таком школе, знаете. Но даже эта проверка не смогла стать самой обсуждаемой. Ее переплюнуло наш визит на комбинат школьного питания. Вполне себе обычная была проверка. Думаю, вы помните, как теперь уже экс-директор комбината пытался всех вокруг убедить, что журналисты проникали к нему, перелазили через забор, хотя на кадрах хорошо видно открытые настежь ворота. И как журналисты подкидывали на его предприятие крысу, хотя, судя по состоянию животного, подкидывать ее надо было несколько месяцев назад уж точно. Грызун на комбинате успел разложиться к нашему приходу. Я думала, я боюсь увидеть на съемках мышь. Оказалось, что я боюсь увидеть разложившуюся, дохлую мышь прямо в комбинате школьного питания. История закончилась так. Депутат Гурсовета Батюков после этого скандала решил уйти с должности руководителя. Сейчас на комбинате школьного питания руководство частично сменилось. Причем туда пришли люди, которые много лет занимаются уже этой деятельностью, разными комбинатами школьного питания. Ну и был проведен большой опрос среди родителей о том, что они думают о той еде, которую едят их дети в столовых. Но, к сожалению, моему огромному тема крыс на этой проверке у нас не закончилась. И на этот раз, сейчас я имею в виду показатели полнейшей антисанитарии, но теперь уже живые бегущие, которые были нами замечены на рынке взлетка. Там мы, кроме крысы, заметили еще десятки нарушений. Их, кстати, не обошел вниманием даже Роспотребнадзор. После нашего сюжета они начали свою проверку. Зрители мне позже звонили, рассказывали, что продавцы этого рынка после проверки неожиданно и поголовно начали носить санитарную одежду, перчатки и шапочки. Почему без шапочек? Шапочка. Вот это ваша санитарная шапочка? Это нарушение СанПина. Такие же проверки Роспотребнадзор начал и после нашего визита в некоторые учебные заведения. За эти месяцы мы были аж в четырех. Больше по количеству было только организаций, связанных с общественным питанием и продуктами. Хочу передать сейчас привет в прямом эфире магазину «Русский город». Именно их имею в виду. Там мы обнаружили армию тараканов. Нам клятвенно обещали их убрать, а еще убрать просрочку, убрать мясо, которое там хранили. Не в холодильниках, а прямо на полках при комнатной температуре. Но зрители нам, опять же, сигнализируют, что ничего не сделано до сих пор. Поэтому я напоминаю, русский город у нас существует такой формат, как перепроверка. И он вас может вполне себе коснуться. Очень много жалоб на тараканов в этом магазине. Говорят, они даже с продуктами потом перемещаются домой к людям. Я сейчас вам покажу, почему здесь столько тараканов. И пока единственные, кому перепроверка не грозит, это медицинские учреждения, которые мы также проверяли в этом сезоне. Мы были в 6-й поликлинике. Там пациенты, если вы помните, жаловались на не самое вежливое обращение со стороны врачей. И знаю, что после сюжета этим вопросом внимательно занимались в Минздраве. Но больше всего меня порадовала женская консультация номер 3. Там, кстати, на врачей жалоб не было совсем. Были только благодарности от пациентов. Но была большая проблема с телефоном. Было просто не дозвониться. Как только набирали люди номер телефона, сразу шел сброс. Без объяснения. То ли номер нерабочий, то ли заняты. Было непонятно. Сейчас там есть автоответчик, который говорит, что линия либо занята, либо идет уже перевод на оператора. А в самое ближайшее время там должен появиться большой колл-центр вместо обычного телефона. Вот такие у меня итоги, Оля. Спасибо, Катя. Ну а мы продолжим сегодня эту тему и спрашиваем зрителей. А вы довольны качеством услуг в Красноярске? И что изменилось за этот год в больницах, школах, на почте, в магазинах? Куда бы вы хотели позвать проверку новостей ТВК? Обсудим эту тему сегодня в прямом эфире. Звоните нам 265-45-00. Пишите смс на номер 9020, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или присылайте сообщения в Вайбер и Ватсап по номеру 8-923-165-45-00. А сейчас новая серия проекта «Поверь в мечту». Красноярка почти 10 лет не выходит из дома. Из-за тяжелой болезни женщине трудно самостоятельно передвигаться и делать работу по дому. Ее подруга пожелала облегчить ей труд. И мы надеемся, что хоть немного ей в этом помогли. Это Лена, это я. Мы познакомились в пионерском лагере. Мы учились в педагогическом училище. Вера и Елена подруги еще с молодости. Женщины тогда еще девочки. Познакомились в пионерском лагере в душе. Елена поделилась с Верой шампунем, так и завязалась дружба. Вместе сбегали с уроков, ходили с мальчиками в видеосалоны. После обе пошли преподавать, иногда пересекались на работе. Но 10 лет назад у Елены случился инсульт. 10 лет назад была, в первый раз. Вот она успела вызвать скорую. Приехала скорая, ее увезли в больницу. И вот с тех пор она стала малоподвижной. А из-за крупного веса еще у нее амортизация костей получается. Что одна нога, у нее кости в мениске ссыхаются, и одна нога становится короче. После того, как инсульт случился, полгода на больничном, а полгода на больничном, это все уже оформляет инвалидность. У нее пожизненная инвалидность. Врачи говорят, что это не излечимо уже. А так и сидим на таблетках, лечим ее. Жизнь-то продолжается. Мы сильно не увлекаемся беседами о болезнях. Мы больше мечтаем. Так как она сейчас стала инвалидом уже 10 лет, как я ей помогаю в том, чтобы накрыть стол. И очень бы хотелось мне, чтобы она, чтобы облегчить ей труд вот в этом. И поэтому Вера написала нам. Вместе с редакцией решили, что же может помочь женщине чувствовать себя комфортнее дома. Выбор пал на посудомоечную машину. Елена не может долго стоять, поэтому вымыть даже пару приборов уже проблема. Зачастую это делая социальный работник или подруги. Осуществить мечту Красноярки нам помог ресторатор Анатолий Ващенко. Он сам выбрал модель и сам же приехал вручать Елене подарок. Я не Дед Мороз, я только учусь. Вот по просьбе вашей подруги я решил сделать вам подарок. Я понимаю, что я не могу помочь всем людям в этом городе, но я хочу, чтобы на моем примере, за этим подарком, чтобы у людей тоже появилось желание кому-то сделать приятное. Ой, спасибо вам. Можно обмен? Отсен души. Вы знаете, за последние 10 лет, наверное, это первый раз мне кто-то что-то такое. А вот такое мне не дарили вообще даже, когда я здоровая была. Просто хочется сделать приятное. Мы с вами не знакомы, и, наверное, очень сложно, когда делаешь подарок, сделать его такой, чтобы он был нужен человеку. Совместное фото на памяти встреча закончена, но женщина еще долго не могла отойти от сюрприза. Такие добрые люди бывают на земле, да? Оказывается. Есть у Елены и мечта поглобальнее. Хочет переехать поближе к подругам. Женщины ищут подходящую квартиру. Главное, чтобы была на первом этаже, так Елена сможет чаще выходить на улицу. Маргарита Дюбанова, Александр Тропин. Новости ТВК. Добавка Е239, что содержится в красной икре, опасна для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора в преддверии новогодних праздников дают советы, как правильно выбрать деликатес. Самое главное, говорят сотрудники ведомства, ни в коем случае не покупать икру с рук или в местах несанкционированной торговли. Также необходимо внимательно читать этикетку. Там должно быть указано название рыбы, дата изготовления и фасовки, а маркировка на банке должна быть выбита изнутри. Особое внимание следует обратить на состав. Икру, в которой содержится пищевая добавка Е239, покупать нельзя. До Нового года осталось чуть меньше недели, но вряд ли кто-то скажет, что ждет этот праздник сильнее детей. Ребята готовятся к встрече с Дедом Морозом практически за месяц, а каждый детский сад придумывает свои оригинальные способы для создания праздничного настроения. Самые интересные из них мы покажем в следующем сюжете. Куда, Вика, вы сейчас отправляетесь? В космос. Пожалуй, только дети могут с таким энтузиазмом отправиться в космос на ледяной скульптуре. И это далеко не единственная снежная постройка на детской площадке в саду номер 43. Этой зимой здесь появился настоящий городок. Каждая локация в котором символизирует волшебное путешествие и помогает детям не только играть, но и развиваться. Горка, где можно скатываться. Игла, любимое сооружение у детей, где можно спрятаться, проползти, поиграть в крепость. Морж, через волны которого можно перешагивать, развивая координацию движения. Тюлень, белый медведь. Игрушки мы сделали сами. Мы их вешаем, чтобы создать всем новогоднее настроение. А маленькая Лиза вместе с другими дошколятами помогает создавать ёлочки плетёные, которыми украшают заборы. Такой необычный способ нарядить то, про что все обычно забывают, придумали в 91-м детском саду. У нас довольно скучные заборы в детских садах. И в интернете отдельно натолкнулись на интересную идею плетения на заборах. Я хочу, чтобы у всех были желания. Чтобы желание исполнилось, нужно на ёлочку повесить мягкую игрушку. Такой ритуал придумали в 251-м садике. Там во дворе соорудили настоящую новогоднюю красавицу из игрушек под 3 метра в высоту. Возле неё дети водят хороводы и рассказывают стихи. Выше мама, выше пап, достают до потолка. Зимушка, зимушка, как хороша, ладуйся, ладуйся, узкая душа. Екатерина Лукашенко, Владимир Антонов, Новости ТВК. Четырёх чиновников из Нового Уренгоя наказали за выступление школьников в Бундестаге. История старшеклассника Николая Десятниченко получила продолжение. Напомню, подросток выступил с докладом в Германии в рамках мероприятий, посвящённых Дню скорби. Он рассказал о немецких солдатах, которые не хотели воевать и призвал отказаться от войн. Фраза о невинно погибших вызвала резкую критику российских чиновников, которые потребовали проверить, кто готовил речь школьника. За мэра по социальным вопросам Нового Уренгоя получил выговор заместитель по внутренней политике предупреждение. Также взыскание получили начальника заместитель информационно-аналитического управления, какие именно не уточняются. Художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова и театра «Табакерка» Олег Табаков находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает федеральное информагентство. Напомню, известный российский актёр и режиссёр был госпитализирован в Первую городскую больницу в конце прошлого месяца. Через два дня после госпитализации ему была сделана экстренная операция, после которой его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У Олега Табакова диагностировали заражение крови. Артист по-прежнему в реанимации, сегодня его состояние ухудшилось, сообщает издание «Известия». Рядом с артистом находятся члены его семьи. Похороны Владимира Шаинского будут проходить в США. Об этом заявила вдова композитора Светлана. По её словам, тело, скорее всего, будет кремировано в Сан-Диего. Супруга известного музыканта рассказала, что организовать процедуру захоронения в другой стране ей не по силам. Напомню, информация о смерти Шаинского появилась накануне. Известно, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся долгое время. Известный композитор ушёл из жизни на 1993 году. Дата прощания пока неизвестна. И в 20.30 в новостях ТВК ждём ваших звонков в прямой эфир, куда бы вы хотели пригласить проверку новостей ТВК. А через 4 минуты расскажем, как новогодняя ёлка стала жертвой грабителей. Оставайтесь с нами. В Красноярском институте искусств установили мемориальную доску в памяти об учениках, которые погибли в авиакатастрофе Ту-154. Напомню, ровно год назад над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны России. Он рухнул через 70 секунд после взлёта и ударился о воду. На борту суда находились журналисты, музыканты, артисты ансамбля имени Александрова. Кроме того, летела с ним правозащитник и врач Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза. Двое погибших, Алексей Моргунов и Артём Тарасенко, артисты ансамбля, были учениками Красноярского института искусств. Там сегодня прошла траурная церемония. Слова памяти высказали родные учителя молодых людей и все, кто их знал. Как всегда, ребята, ученики, студенты, мы с вами будем проходить и вспоминать ребят. Я живу, да, я встаю утром, я готовлю завтрак, я что-то там делаю ещё. Для меня это очень важно и мне очень приятно, что всё это произошло. Памятные церемонии сегодня прошли ещё и в Москве и в Сочи. Добавлю, что расследование причин падения лайнера продолжается. Следствие исключило версию теракта и пришло к выводу, что проблемой могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования. Другим темам. Интим под видом массажных услуг. Полицейские устроили облаву в железнодорожном районе в одном из массажных салонов на улице Яковлева. Всё произошло ночью накануне. В ходе обыска в салоне обнаружили документы и визитки с рекламой эскорт услуг и деньги, полученные с клиентов. Выяснилось, что под видом массажисток девушки оказывали интимные услуги. Всего полицейским удалось задержать пять женщин. Сейчас в полиции возбуждено уголовное дело. Организатору группы грозит до шести лет лишения свободы. Похитил украшения, чтобы нарядить домашнюю ёлку и даже не скрывал этого. В Нижнеингавском районе полицейские задержали местного жителя, который обокрал ёлку. Всё произошло в парке посёлка. Мужчина, не скрываясь, начал снимать с дерева украшения гирляндами, шуру, игрушки. Когда 30-летнего мужчину задержали с украшениями в руках, он даже не пытался скрыть то, что собирался нарядить гирляндами и мишурой свою домашнюю ель. Новогодние игрушки вернули на дерево, а похитителю теперь грозит до четырёх лет лишения свободы. В полиции также отметили, что ранее злоумышленник уже был судим. Мы продолжаем проект Натальи Кечиной «Вспоминая Новый год». Сегодня о трагических происшествиях, случившихся в новогодние праздники в нынешнем веке. А пластмассовая, это как пахнет горелая, а? Где-то-то пластмассовая, потому что. А все снимают, никто не звонит. 1 января 2007 года в час ночи сгорела одна из кразовских ёлок. Городок погрузился во тьму, но ни один человек тогда не покинул действие. Пусть оно горит всё синим пламенем. Гармонист продолжал играть, а фейерверки взлетать. Увы, по сравнению с буднями, в новогодние каникулы количество пожаров традиционно увеличивалось. После пожара от новеньких машин остался только корпус и печки. 28 сгоревших автомобилей сразу после Нового года – таков ущерб шестого транспортного предприятия в 2001 году. В 2008 в Красном Пахаре Мельянецкого района сгорело 160 телят. Но самое печальное, что ежегодно не обходилось без человеческих жертв. Девять человек погибло за два дня. Почти все они виноваты в этом сами. Причины огненных трагедий лежат на поверхности. Работа в морозы, всех подряд обогревательных, зачастую неисправных приборов, некачественная пиротехника, курение в постели. А главное – это потеря бдительности вследствие чрезмерной алкоголизации. А традиционные аншлаги, естественно, имели место быть в токсикологическом отделении БСМП. Причем заполняли его пациенты самых разных социальных статусов, возрастов, в том числе старики, женщины и дети. Мы на троих пили четыре бутылки. Четыре бутылки спирта на троих? Да. Я не помню, как я сюда попала. Одеялки дают, все тут, простынки дают, все дают. С 2011 года медвы-трезвители – это пережиток прошлого. А ведь именно сюда, в праздники раньше, народная тропа не зарастала. Некоторые особо уставшие Новый год там встречали. Шампанское в 12 ночи им, конечно, не наливали, а за сервис вот приходилось платить. В 2002-м пребывании в итрезвители обходилось 250 рублей. Некоторые бегут в ларек за добавкой и теряют ориентиры, там и остаются в ларке. Таких людей подбираем, привозим. В общем, длинные зимние каникулы работникам экстренных служб, скорой помощи полиции, ГИБДД, коммунальщикам точно спать и расслабляться никогда не приходилось. Хотя и проводили они по-честному ежегодно профилактически праздничные мероприятия. Новогодний патруль «Горгаза». Дед Мороз и Снегурочка, можно к вам? В 2009-м году Дед Мороз и Снегурочки из «Горгаза» проверяли, как работают плиты, напоминая о правилах пожарной безопасности и куда звонить, если не дай бог. В ГИБДД призывали лишний раз за руль не садиться и дарили чай как альтернативу. Езжу на своих санях и вижу аварии, аварии, аварии. Да что это такое? В конце-то концов, люди, надо ездить аккуратно и не пить, а греться чаем, супчиком горячим в конце-то концов. Ну что такое? Мы желаем себе и вам, чтобы в нынешние праздники сотрудники экстренных служб, равно как и новостей ТВК, сидели без дела, радостно констатировав, в результате новогодних гуляний жертв разрушений в Красноярске не было. Наталья Кичина, Новости ТВК. Не стоит ездить в экзотические страны под Новый год. Такой совет дал россиянам депутат Госдумы бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, резкая смена климата может вызвать стресс и ослабить иммунитет. К факторам риска Онищенко отнес детей и пожилых россиян. Для них такая температурная перемена может быть опасна. А тем же, кто решил остаться дома, Онищенко посоветовал не засиживаться за столом, а больше гулять и дышать свежим воздухом. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем информационные вещания и сейчас готовы выслушать мнение зрителей. Довольны ли вы качеством услуг в Красноярске? Что для вас изменилось в этом году? В больницах, в школах, на почте, в магазине? И куда бы вы хотели позвать проверку новостей ТВК в году следующем? Есть звонок в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Владимир. С наступающим, Владимир. Скажите, вы с хорошим или с плохим звонком? А у меня и то, и то есть. Рассказывайте. Хотел бы выразить благодарность обществу с ограниченной ответственностью «Триум» всем. Это предприятие транспортное отслуживает маршрут номер 6. Очень хорошо. Машины чистые. На 80% отновлен подвижной состав. Сегодня с внуком ехал с садика. Новогодние все вот эти украшения. Он радуется. Ну, все радостные в автобус едут. Новогоднее настроение действительно. А вот она ложечка депта. 94-й маршрут. Абсолютно никак. График движения, да. Подвижной состав старый. Уже лет 20 машинам. И меньше. А пассажиропоток вырос за последние 5 лет. Потому что я постоянно езжу справа на левой. Бывает такое, что в остановок 5-6 они просто проезжают мимо. Люди опаздывают на работу. Ну, я в том числе. И еще хотел сказать, что хотел сегодня передать показания по воде. Провисел 15 минут по водичке. Когда напрямую водоканал шло, проблем не было. Сейчас что-то у нас теплотранспортное, либо теплоснабжающее. Я эту затею оставил просто так. Сотовый телефон, это дороговато. Ясно. Спасибо большое. Вы прям эксперт для нашей проверки. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Это я. Добрый вечер. Как вас зовут? Вы знаете, у меня такая жалоба. Я пенсионер. Мне 88 лет. Я вдова, труженик тыла. Инвалид первой группы. Обслуживает меня седьмая поликлиника. Лапко, врач. Вы знаете, что первый раз послушала, признала воспаление легких. У меня его нет. Я съездила на Баграда. Я ходить не могу. У меня ноги не ходят. Она у меня пришла комиссия, чтобы мне какие-то ходунки дать. Она написала у меня астма. Понимаете? У меня ее в жизни не было. Я такая горлазцая, что какая астма. Вот. Написала жалобу на главврача. И вот уже год не могу к хирурга допроситься. Понимаете? Год. Присылает мне, главное, с Баграда присылает мне терапевтов. Та пришла еще лучше. Ой, вообще кошмар живой. Вы знаете, анекдот. Спасибо большое за этот звонок. Здоровья вам в будущем году. Я надеюсь, что разберутся с вашими диагнозами врачи. Я напомню, что мы читаем ваши сообщения в группе ВКонтакте. И те, которые приходят на наш смс-сервис. Виктория Столярова изучала мнение зрителей там. Вика, что пишут? Да, Оля. Ну, тема качества услуг в Красноярске вызвала ажиотаж среди наших интернет-пользователей. Огромное количество сообщений мы получили с просьбой пригласить Екатерину Кашучек и рубрика «Проверка ТВК» в разные абсолютно учреждения. И каждый из красноярцев, кто написал нам, подмечает, что за год качество услуг лучше не стало. Особенно это касается больниц и поликлиник. Вот что пишут люди. Проверьте 20-ю больницу, особенно педиатрическое отделение. Потолки осыпаются, в палатах бегают тараканы. А там ведь лечат грудных детей. Следующее сообщение. Детская поликлиника на улице 60 лет октября. Врачи-хирурги требуют деньги за личный прием. Также много сообщений. Мы получили с просьбой проверить городские автобусы. Вот что пишут люди. Итак, автобус 159 маршрута. Это просто шедевр. Кондукторы билетов не выдают, а водители не изменяют своим вредным привычкам, например, покурить за рулем. Также не изменилось ничего, говорят красноярцы в почтовых отделениях. Например, отделение номер 42. Все разломано и обшарпано, а также разбито. И внутри пахнет канализацией. Ну, вот такие сообщения мы получили. На этом у меня все. Оля. Спасибо, Вика. А мы продолжаем принимать звонки в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим Новым Годом. И вас тоже. И всех наших красноярцев. Нина Васильевна. Мое желание, чтобы проверили крас хлеб фирменный. Хлеб очень плохой. И такое за грубое слово, я прошу прощения, вот только свиней кормить. Во-первых, внутри пустота, кушать невозможно. Корка, сыпется. Если чуть-чуть получше, то маленькая-маленькая булочка. Если уже, знаете, плохой побольше булочка, но все равно легкий. Но вот сильно хочется, я даже Путину звонила, что когда с хлебом наведут порядок. Ужасный хлеб. Вот у меня. Спасибо большое. Это серьезно, если уже даже Путину пришлось звонить. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Алло, говорите, вы в эфире. Я? Да, вы. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Тамара Яковлевна. Тамара Яковлевна, вы с чем звоните? Звоните. У нас... А? Говорите. Ага. Я вот живу на Московской, 3, с 2008 года. У нас ни разу не делался ремонт. С пятого этажа уже трещина дошла до второго этажа. Плотим, постоянно плотим. Но ремонта никакого не делается. Это страшно заходить в подъезд. Двери не закрываются. Ходят за домофон, просят плату. Вообще деньги берут. Вообще это ужас какой-то. Когда наладят вот это ЖКХ, это проблема у нас всем. А тарифы поднимают и поднимают. Спасибо за сигнал. Я думаю, что в следующем году желаю вам искренне, по крайней мере, чтобы эта проблема у вас решилась. Ну а далее через пару минут в эфире ТВК программа «После новостей». ПОДПИШЕСЬ. 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 Продолжение следует...